Полумесяц Продолжение следует... 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 Боже мой, и что же мне делать? Ну, это из-за плохого питания. Если ее состояние ухудшится, она может даже умереть. Попробуйте давать ей молотых бычьих костей. По ложке три раза в день. От тебя такие неприятности, сосранец. Посмотри, твоя сестра заболела из-за тебя. Это из-за того, что оставила ее одну. Эй, посмотрите! Горбатая сестра Нана идет! Горбатая! 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 Эй, Нана идет! Эй, Нана, посмотри! Твоя горбатая сестра здесь! Братик! Жирная свинья! А ты идиот! Чего это я, идиот? Потому что твоя сестра умственно отсталая, придурок! Скоро ты сам станешь, как твоя сестра, и у тебя вырастет горб за спиной! А из всех свиней ты самая свинья! Ты огромная куча поросячего дерьма! А ты идиот! Что? Ты, придурок! Гундук, ты чего дерешься? Ты что вытворяешь? Нана, Сноба приставала к тебе? Почему ты не слушаешься меня? Я же сказал тебе держаться от него подальше! Они просто маленькие недоразумения, без родителей! Они тебе не подходят! Ты понимаешь, о чем я говорю? Пошли! Хорошо подрались! Мне стало гораздо лучше! Смотри! Из-за тебя мне нос расквасили! Отродье! Ты просто мое проклятие! Я же сказал тебе не приходить сюда! Не подходи к моей школе! Слышишь меня? Бабушка, а почему у нас нет мамы? Проклятие! Ну что за люди? Что за люди? Что за люди? Мама Йонгу сказала, что ты выгнала нашу маму из дома! Это правда? Ах ты, засранец! Где ты это услышал? Повтори еще раз! Бабушка, ты выгнала маму из дома, правда? Мама Йонгу права, да? Да, права! Я выгнала твою мать! Я выпихнула твою мамашу на улицу! Что теперь ты будешь делать? Бабушка, я тебя ненавижу! Верни нам маму! Ты заботишься только об отсталой Оги! Засранец! Как ты можешь назвать свою сестру отсталой? А ну иди сюда! Твоя сестра отсталая? Отсталая? Как ты можешь говорить такие плохие вещи? Мне больно! Почему ты бьешь меня? Ты даже нисколько не переживаешь за свою сестру? Она плачет, когда тебя нет рядом! Тебе что, даже не жалко ее? Мне нисколечко ее не жалко! Я ненавижу тебя! Ты противная старая бабка! Мама! Я сказала тебе не звать свою мать! Я сказала тебе не звать свою мать! Бабушка! А ну повтори! А ну повтори! Бабушка, пожалуйста, не бей братика! Лучше меня побей! Лучше меня побей! Лучше меня побей! Хорошо, пошли! Даже если в море Инчон полно бутылок содовой, вы не сможете выпить его без чашки! Ваши глаза такие же, как глаза мертвых рыб! У вас хрупкие ребра, но торчит в живот! Это все из-за паразитов! Это черви в животе! Для тех, у кого проблемы с пищеварением, вот средства для лечения всех этих проблем! Эти черви высасывают все соки из нашего тела! Братик! Братик! Почему ты преследуешь меня? Почему бы тебе не пойти туда и не послушать того дядьку? Шевелись! Оставайся здесь, пока я не вернусь! Если ты куда-нибудь уйдешь, я убью тебя! Чтобы поймать тигра, вы должны пойти в горы! Чтобы поймать рыбу, вы должны ловить рыбу в реке! Даже если в море инчон полно бутылок содовой, вы не можете выпить его без чашки! Кто я? Я не торговец наркотиками! Тогда кто же я? Почему она все еще здесь? Почему ты все еще здесь? Почему бы тебе не пойти домой? Твоя мама пошла куда-то? Я не знаю свою маму! Я ее никогда не видела! А твой папа? Он умер! И значит, у тебя нет дома? Нет, я просто жду своего брата! Мой брат сказал мне дожидаться его здесь! Разве твой брат не сказал тебе пойти с нами? Что? О, не бери в голову! Ты миленькая девочка! Встань! Дай-ка я посмотрю на тебя! Вот! Не хочешь? Это конфеты! С арахисом! Это весело, да? Хочешь попробовать? Это легко! Давай, попробуй! Не хочу! Айяяяя! Ча! Айяяя! Ча! 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 Эй, убирайся отсюда. Иди домой и работай. Почему? Ты заплатил только 10 вон и хочешь продолжать читать мои комиксы. Я не прочитал ни одной книжки. Убирайся отсюда. И вот так. Мы вот так. Очень хорошо. Даже если в море Ньчонг полно бутылок содовой, вы не можете выпить его без чашки. И вот так. Мы вот так. Все, пожалуйста, хлопайте в ладоши. Дамы и господа, от всех ваших проблем попробуйте наш замечательный продукт. Если попробуете его, вирусы внутри вашего тела будут уничтожены. И вы снова будете здоровы. Дедушки, дамы, попробуйте этот замечательный продукт. Эй, ты что творишь? Я сказал тебе оставаться на месте. Кто заставил тебя этим заниматься? Эй, зачем ты это делаешь? Она не сделала. Ничего плохого. Козли, иди туда. Продолжай, поторопись. Эй, ты ее брат? Да. Почему ты такой грубый с ней? Жизнь тяжелая штука. Вот, пойди, купи что-нибудь вкусненькое. Мы почти закончили. Помолчи. Субтитры сделал DimaTorzok Нам надо перебираться в другой район Мой ангелочек, поехали вместе Извините, я не могу Мой брат сказал мне оставаться здесь и не двигаться Твой брат скоро вернется Поехали, это недалеко отсюда Все нормально Айу, дай, дай, дай На-на, ты плохой мальчишка. Что ты сделал, Соби? Вы не видели маленькую девочку с горбиком на спине? Вы ее видели? Да, я видела ее. Она пошла вон туда. Вон туда. Ой, спасибо. Да, ей 7 лет. У нее небольшой горб на спине. Кажется, ее забрали продавцы снадобий. Есть какие-нибудь новости? Мы не можем ее найти. Боженьки мои, пожалуйста, продолжайте искать. Бабушка, вы уже идете? А что? Ваша маленькая внучка уже дома. Вы уверены, что это была моя внучка? Да, я уверен. Вчера продавцы отвезли Логи домой. Какое облегчение. Спасибо. Бабушка! Боже святый! Где же ты была? Бабушка, вот. Что это? Торговки дали мне это за то, что ездила с ними. О боже мой! Они сказали, что я очень везучая. Давай выходи. Встань на колени и подними руки. Быстрее. Делай правильно. Если ты шевельнешься или сделаешь еще что-нибудь, я появлюсь быстрее, чем ты моргнешь. Великие. Рев flgia Ambassador. Делай с губами. Делай с губами. Иaded милой о three ст. Ах ты негодник! Ах ты негодник! Взгляните на это! Если вы наденете его на голову, то ушам будет тепло! Здорово! Дай его мне! Ты даже не знаешь, как им пользоваться! Эй ты, деревенский дурачок! Это не для утепления ушей! Это крышечки для груди! Крышечки для груди? Верно! Именно так его используют! Ничего себе! Уже почти полночь! Сними его! Сними его! Что ты вытворяешь? Иди сюда! Вставай на колени! Эй, Данна! Скажи мне правду! Где ты его взял? Это правда! Наша собака принесла его к нам домой! Если твоя собака принесла его в ваш дом, то зачем ты принес его в школу? Зачем ты напялил его? Скажи мне правду! В любом случае, чей же это может быть? Это, похоже, модная модель! Деревенские женщины не разбираются в этом! Давай! Быстро снимай его! Иди за мной! Как твоя собака могла снять его с веревки для сушки белья? Твоя собака птица, что ли? Это правда! Это же ты сделал, верно? Нет! Зачем мне красть ваши коробочки для груди? Что ты сказал? Коробочки для груди? Я буду твоим классным руководителем, так что веди себя хорошо! На самом деле... Бабуль, с этой четверти мы будем учиться во вторую смену. Пожалуйста, собери мне обед. Ты хочешь взять эту кашу? Ура! 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 Эй, это горбатая сестра Анана. Эй, ты. Зачем ты пришла сюда? Кто тебе велел прийти сюда? Ты, отсталая. Мне стыдно из-за тебя. Если ты снова придешь сюда, я точно тебя убью. Ты, отсталая. Братик, ты даже не знаешь, что внутри моей кривой спинки. Там крылышки Если я буду жить честной и доброй жизнью То когда я покину этот мир Мой горбик откроется и появятся крылышки И я улечу на небеса Братик, ты помнишь лицо мамы? Нет Я тоже ее не помню Это единственная вещь, которая осталась на память от мамы Она красивая, верно? Если мама заколет ею волосы Уверена, что она будет очень красивой Когда мы снова встретимся с мамой Я заколю этим ее волосы Нанна, твоя мама такая молодая Это его бабка в молодости Я хочу, чтобы это была моя мама У меня нет мамы Я даже не помню ее Это правда Я хочу, как и все, только лишь звать мамой Моя мама Могу я называть тебя мамой? Фу, отдай мне Отдай мне Иди сюда Быстро отдай мне Иди сюда Рыжуха, где ты снова бродила? Вот, ешь Ешь, глупенькая Где ты снова подралась? Почему бы тебе не оставаться дома И не присматривать за своими птенцами Вместо того, чтобы убегать и драться Мне не нравится эта наседка Она постоянно клюет меня Ты знаешь, хорошие девочки не должны быть такими суровыми А кто вы? Я школьная учительница В чем дело? Мой брат сказал мне Что если я повстречаюсь с кем-то из школы То он убьет меня Почему твой брат такое сказал? Брат говорит Что я приношу несчастье Потому что я отличаюсь И он стыдится меня Твой брат не очень хороший Когда я была маленькой Мой брат носил меня на спине А где твоя мама и папа? Я не знаю У нас нет родителей Я купила вкусняшек Не хочешь попробовать? Хорошо Только не говорите моему брату Это секрет Секрет Закончила Примерька Закончила Это не похоже на спортивную одежду Ты что, собираешься бегать И чтобы у тебя твой крантик выглядывал? Быстрее 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 Давай быстрее 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 Гонпё Отлично бежишь Молодец Отлично Ты лучше всех пробежал Учитель Почему люди Не любят меня? Кто это тебя не любит? Все меня ненавидят И смеются надо мной Когда они так поступают Я хочу побыстрее умереть Чтобы я могла улететь на небеса Посмотри-ка сюда Смотри Под этим тяжелым камнем Растет свежая травка Эй Разве тебе Не тяжело? Ты выглядишь такой слабенькой Под всем этим весом Нет Все нормально Камень может быть большим Но он безжизненный Он не сравнится со мной Потому что жизнь Важнее А не лучше ли просто сдаться Чем находиться Под всем этим весом? Но я же живая Почему я должна сдаваться Только из-за этого тяжелого камня? Надо жить со всеми трудностями И преодолевать их Я первый сниму Это яблоко С отравленной яблоней Если ты укусишь хоть раз Ты умрешь Королева превратилась в продавца яблок И отправилась на поиски белоснежки Оги Ты засыпаешь Давай я тебе спою Малышка Чем вы все занимались Прошлой ночью? Почему вы все как сонные мухи? Ох, моя спина Что случилось? Бабушка Бабушка Возьми 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 Нанна должен уехать ради хорошего образования. А Оги, она еще может поправиться, если отправиться в большую больницу. Мама, загляни в будущее. Разве ты не считаешь, что им будет лучше в другом месте? Замолчи. У тебя нет никакого права такое говорить. Дядя, а ты еще не нашел маму? Как ты думаешь, легко найти такую мошенницу, как твоя мамаша? Ну я по-любому ее найду. Нанна, будь готов завтра к переезду. К переезду? Да. Куда? Большой город. Бабушка, мы на самом деле переезжаем. Если мы не переедем, то что нам делать? Я вот спину надорвала. Без моего центра. Иди. Что это еще? Пожалуйста, возьми и потрать. Боже мой, как я могу принять их? Возьми, возьми. Спасибо. Вот, держи. Ну что, кажется, наш маленький хулиган покидает нас. Что мне теперь делать? Без тебя здесь будет скучно. Спасибо тебе за рисунок. А это мой подарок тебе. Ты же мечтаешь когда-нибудь стать капитаном, не так ли? Прилежно учись и усердно работай. Однажды, когда ты вырастешь, я хочу увидеть, что ты стал настоящим капитаном. Не ленись, хорошо? Оги, не плачь. Не плачь. Не забывай, жизнь — это борьба. И камень всегда там. Но не сдавайся. Помни об этом, моя дорогая. И оставайся здоровенькой. Отсталая отродья. Значит, ты наконец успегаешь, да? Что ты здесь делаешь, жирная свинья? Что ты, отсталая отродья? Ты хочешь сдохнуть, жирная свинья? Эй, отродья, если ты уедешь, то с кем теперь я буду драться? Давай снова встретимся когда-нибудь. Когда я вернусь, тогда снова подеремся. Обещаешь? Обещаю. Если кто-то из нас нарушит обещание, тот съест этот плевок. Лады? Береги себя и напиши нам. Хорошо, счастливого пути и не попадай ни в какие неприятности в Сеуле. Постараюсь. Давайте, пишите. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Разве ты не хочешь увидеть свою мать? Я слышал, твоя мать живет в Сеуле. Откуда ты знаешь? Я слышал, у нее большая булочная в подвале отеля, около мэрии. Клянусь, она богатая дамочка, с ее-то характером. Она просто отрезала все свои старые связи. Мы почти у цели. Вот это улочка. Смотрите внимательно. Мама, что ты думаешь? Тебе нравится? Тебе скоро понравится. Посмотри вокруг. Это здорово. Привет! Меня зовут Нанна. Я из Джундо, из начальной школы провинции Гугуль. Мое настоящее имя Сосо. Но друзья зовут меня Нанна. Как вы считаете, вам здесь нравится? Вы можете развешивать здесь все сушеные закуски, а бабушка будет продавать их. М aumentar, Игорь, ты не успеешь! Эй, стоп! Эй, ты, сволочь! Эй, сволочь, а ну стой! Проклятая сволочь! Эй, это не мои деньги, это деньги моей матери на свой магазин. Мы видели твое имя на контракте, и ты думаешь, ты один такой шустрый? Бегаешь и прячешь от нас деньги. Пошли в полицию. Это не мои деньги, это деньги моей матери и племянника. Если я их не отдам, они не смогут выжить. Заткнись и иди за нами. Что с моими деньгами? Боже мой, ты не мой сын. От тебя одни проблемы. Бабушка, ну как тут не заболеть и не устать жить в этой семье? Бабушка, ну как тут не заболеть и не устать жить в этой семье? Это семья полна гнилых яблок. Оставляют все свои проблемы на тебя и сваливают. Послушай, сестра, давай отправим детей в приют. Если ты будешь жить одна, то сможешь жить гораздо лучшей жизнью, чем сейчас. Посмотри на это маленькое отродье. Как ты смеешь смотреть вот так на старших? Моя сестра приготовит тебе много вкусностей. Я сказала ей, чтобы она готовила тебе много-много вкуснятины. Оги. Слушайся и веди себя хорошо. Однажды я поправлюсь и снова приеду к тебе. Бабушка, я не хочу уезжать. Я хочу остаться с тобой. Все хорошо. Не переживай. Ступай. Стой здесь, а я пойду куплю билеты на поезд. Пошли. Пошли. Братик. Бабушка сказала, что она приедет и заберет меня перед началом учебного года. Она сказала, что отправит меня в школу. Бойст прибывает. Пошли. Нана, ты должна быть счастлив сейчас, что Оги уехала. Твоё желание сбылось. Что ты будешь делать? Что делать, если я не смогу встать и снова работать? Ты пойдёшь в приют? Что делать? А где здание напротив мэрии? Просто иди вон туда. Спасибо. Спасибо. Извините, там кто-то разыскивает вас. В самом деле, пожалуйста, проверьте повнимательней. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот ваши кнопки. Субтитры подогнал «Симон» Боже мой, ты не можешь работать по-человечески. Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Что ты творишь? Собирай быстрее. Кто это? Братик? Кто это? Кто там? Ты хочешь доставлять газеты? Да. Разве ты не слишком молод? Ты должен доставлять быстрее, чем доставляют другие газеты. Эй, старайся получше. Я могу бегать очень быстро. Хорошо. Я возьму тебя на пару дней. Если ты нарушишь маршрут, нам позвонят. Если ты сможешь проработать без жалоб на тебя целую неделю, у тебя будет постоянная работа, парень. Санмин, это новенький. Покажи ему здесь все. Понятно. Пошли. Вот сюда тоже. Вот газеты, господин. Если ты не знаешь, запиши номер здесь. Газеты конкурентов. Если ты забираешь их, владелец ходит с ума и читает наши газеты. После этого у меня обычно появляется новый клиент. Хозяйка этого дома читает много газетных историй. Если мы опаздываем, она сразу же звонит в головной офис. Очень грязные истории. Пошли. Постарайся, хорошо. Спасибо, Санмин. Постараюсь. Газеты. Газеты. Отлично. Постарайтесь не допускать никаких ошибок в достатке. Это ясно? Да. Даже если вы хуже моего старого пса, вы должны успевать. Вы поняли меня? Да. Проверяйте, чтобы деньги с газеты приходили вовремя. Иначе вам тоже вовремя не заплатят. Понимаете? Да. Приступайте к работе. Чтобы поймать тигра, надо пойти в горы. Чтобы поймать рыбу, надо пойти к реке. Хватит придуриваться. Быстренько пошли на улицу. Это твой брат. Иди. Я сплю в доме бабушкиной сестры. Она покупает мне новую одежду. А разве ты не хочешь увидеть маму? Маму? Да, нашу маму. Ты что-то слышал о маме? Маму? Нет. Просто интересно. Я сильнее хочу увидеться с бабушкой, а не с мамой. Я хочу быстрее вернуться, чтобы жить снова вместе с тобой и бабушкой. Бабушка начинает поправляться. Мы приедем забрать тебя перед началом учебного года. Я куплю тебе новый ранец. У тебя есть деньги? Я начала работать на доставке газет. Я уже скоро получу зарплату. Ух ты! Братик, ешь побольше. У меня здесь много вкуснятины. Угощайся. Братик, у тебя никогда не было столько цветных карандашей. Закругляйся давай. Эй, почему ты так поздно? Зайди на секундочку. Заходи, хозяйка хочет тебя видеть. Как тебя зовут? Со, Нанна. Нанна? Довольно необычное имя. Я наблюдала за тобой, как ты разносил газеты. Я всегда ожидаю газеты. Мне действительно нравятся газетные истории. Проходи и садись. Вчера мне сделали операцию на глазах, чтобы сделать их красивее. Поэтому сейчас я не могу читать свои истории. А если я их не читаю, я не могу заснуть. Если ты не против, не мог бы ты почитать их мне. Только пока моим глазам не станет лучше. Если бы только Хваян могла читать. Но мне нужно идти доставлять газеты. В следующий раз я подумаю, стоит ли подписываться на вашу газету. В этом районе много людей, которые одолжили у меня деньги. Если ты не выполнишь мою просьбу, тогда я обзвоню всех, чтобы они бросили читать твою газету. Неужели он животное? Все это было неожиданно. Она переспала со многими мужчинами. Но это было впервые, когда у нее был такой грубый любовник. Самул скрестила ноги и крепко прикусила губу. Звук капающей воды усиливался, потому что руки Самул становились потными. Подобно воде, которая точит скалы. Подобно тяжелым и бушующим волнам Большого океана. В конце долгого пути водопад низвергается и впадает в море. Это великолепная работа. Это просто шедевр. От ног. Бабушка. Бабушка, давай мне. Давай. Все нормально. Что это? А, это? Это от госпожи, которой я читал газету. Действительно, в эти дни ты упорно трудился. Скоро, когда я поправлюсь, я начну работать уличным продавцом. В самом деле? Да уж, тогда мы сможем сэкономить деньги, чтобы отложить на аренду лотка на рынке. Сегодня госпожа уехала в больницу. Но это не имеет значения. Просто продолжай то, что ты должен делать. Почему это я должен, если ее здесь нет? Потому что истории, которые ты читаешь, я люблю еще сильнее. Госпожа У привела меня в свой дом, когда мне было семь. И не разрешала мне учиться, только работать. Она считает, что если ее помощница научится читать и станет слишком умной, когда-нибудь она сможет доставить неприятности. Вот почему я не могу даже прочитать мою любимую историю. Давай, прочти мне историю. Горячая волна медленно поднималась от пальцев ног. Это было идеальное наслаждение. Она любила его. Какой одинокой она чувствовала себя до сих пор. Все должно быть сделано в определенном порядке. Во-первых, снять шляпу, а потом юбку, трусики, носки. Наконец, рубашку. Но как только он снял с нее носки, он пропустил юбку. И снял сначала ее трусики. Пожалуйста, помоги мне снять платок. А потом мою рубашку. И майюнюю юбку. И майюнюю юбку. Мои носки, пожалуйста. Твои носки? Ты же знаешь, что будет дальше, верно? А ты знаешь, что будет дальше. Она отдала ему всю себя и просто тихонько укачивала этого парня. Это похоже на уют, который странник может почувствовать после долгого путешествия. Самул слушается. Наконец-то она может слышать. Давай-ка, примерь. Она хорошо смотрится на тебе. Выглядит очень красиво. Нанна, я теперь вижу гораздо лучше. Я теперь снова сама могу читать. Но вместо того, чтобы самой читать истории, я пришла, чтобы наслаждаться твоим чтением. Если я сама читаю, истории не оживают. Так ты сможешь продолжать читать их для меня, верно? Да, кстати, твоя бабушка торгует на улице. Может, одолжить тебе немного денег? Только под небольшой процент. Бабушка открыла лоток рядом с рынком. Госпожа История одолжила мне денег. Бабуля, я вернулся. Это мой внучок. Заработай кучу денег. Братик! Привет, Оги! Как ты? Хорошо. А ты как? Оги, зарисовался? Да, ну конечно. Посмотри на мою новую одежду. Бабушкина сестра купила мне все это. Хорошо, такая красивая. Бабушка, быстрей. Хорошо, пошли, я иду. Ты же купил подарок для Оги. Отдай ей. Да, верно. Оги, смотри. Что это? Догадайся, что там может быть? Сюрприз! Ничего себе! Такой красивый! Дай мне посмотреть на тебя. Вот, надень это на плечо. Бабушка, я скоро вернусь. Братик, пошли в школу вместе. Бабушка, я вернулась из школы. Ты уже вернулась? Он тебе понравился? Это твой братик купил его тебе. Спасибо, братик. Поспеши, быстрей. Звук капающей воды усиливается, потому что руки саму становятся потными. Почему ты остановился? Тебе интересно, верно? Да. Когда научись читать? Если ты не попробуешь, то ты никогда не сможешь читать. Смотри. Это буква А, это Б, а это В. Сон Анна. Спасибо. Чу Сан Мин, ты хорошо поработал. Кан Иль, молодец. Почему здесь? Даже не половина моей зарплаты. Ты должен собрать всю абонентскую плату. На твоем маршруте есть еще дома, которые нам должны за пять месяцев. Вот тебе список должников. Если ты хочешь получить остальную часть своей зарплаты, то иди и собери деньги, и оставь их себе. Тебе что-то не нравится? Если не хочешь, можешь убираться отсюда. Этот ублюдок специально заплатил тебе половину зарплаты, чтобы ты уволился. На-на. Ни в коем случае не бросай. Все, пожалуйста, внимательно послушайте. Вы должны до этих выходных закрыть свою торговлю. Бабушка, а в чем дело-то? Боже мой, из-за тех негодяев мы скоро станем банкротами. Почему? Они сказали, что собираются избавиться от уличной торговли. Сказали, что как только построить новое здание, мы сможем вернуться и оплативать аренду. Но это невозможно для таких, как мы. Что же нам делать? Мы собираемся убрать магазины с территории. Пожалуйста, покиньте это место. Куда они хотят, чтобы мы ушли? Мы тоже должны работать и зарабатывать на жизнь. Даже если вы будете бить нас или заставите голодать, мы не уйдем. Извините, у нас нет выбора. Мы просто делаем то, что нам делят. Хорошо, давайте демонтировать. Эй, мерзавцы! Кто издал такой закон? Ты хочешь, чтобы я снова жил на улице? Это твоя проблема. Эй, вы мерзавцы! Как вы посмели толкнуть такого старика? Эй, пошли, вперед! Разделяй и властвуй! Они должны были уехать, когда мы их предупреждали. Пожалуйста, помогите нам! Нет, не делайте этого! Как вы можете отнимать у меня жизнь? Нет, вы не можете! Я скорее умру здесь! Отпусти! Отпусти, я сказал! Нет, не надо! Не надо! Бабушка! Почему бы тебе просто не убить меня? Отпусти! Отпусти! Что это, бабушка? Я собираюсь надеть это завтра Зачем? Я пойду в этом в полицию Я пойду жаловаться в полицию На то, как город мог прийти И беспокоить трудолюбивых людей Даже мать с тремя детьми арестовали Это такой позор, сотворить такое перед детьми Лана, я не знаю, что произойдет Так что я хочу, чтобы ты кое-что знал Лана, твоя мама Твоя мама, она родила тебя И когда тебе был один годик, она ушла Я сказала соседям, что выгнала твою мамашу Ее не было три года А потом она вернулась С малышкой А на следующий день Твоя мать снова ушла Значит, Оги Не моя настоящая сестра Она твоя сестра Даже если у вас разные отцы Вы из одной утробы Обещай мне, что ты будешь заботиться о своей сестре И не будешь ненавидеть свою мать Это всего лишь стечение обстоятельств Что у вас двоих нет хороших родителей Бабушка жаловалась в полицию каждый день Нет, это нельзя так оставить Я не могу так оставить У меня есть что сказать Отпустите У меня есть что сказать Я не уйду Бабушка снова пострадала Ее доставили в полицейский госпиталь На-на, ты куда? Какая тебе разница? Ты, обсталая Ты, как наша маленькая Мэри У нее были щенки от разных кобелей И в этом году она родила еще Так что щенки Мэри от разных отцов Но от одной матери Вот почему это важно Пока они ее Разве у людей не так же? Постой, пошли вместе Ну и разница Братик, тебе что-то снилось? Ты звал папу Папа Проваливай Твой отец, это не мой отец Именно из-за твоего отца у тебя гор А я даже не знал этого Все эти годы я думал, что это по моей вине Братик, что случилось? Даже не смей называть меня братом Проваливай Иди к своей мамаше И спроси ее, где твой отец Я отведу тебя к твоей матери Быстро надевай свою одежду Шевелись На-на, зачем ты так? Не плать Надевай свое самое красивое платье Быстро надевай его И где та заколка для волос Вставляй заколку, которую мать оставила тебе Твой отец Видишь ту женщину? Сделай то, что я тебе говорил, хорошо? Если ты этого не сделаешь, я тебя убью, поняла? Быстро иди. Иди. Пожалуйста, в следующий раз повнимательней. Что это? Мой брат сказал мне показать это вам. Я иди, ты, 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 ты. А еще... КОНЕЦ Вот дефективная Братик 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 Это все, что ты заработал За весь день Ты прячешь деньги Лучше надо стараться Ты же всегда спишь Эй, куда это ты там собралась? А ну иди сюда, маленькое отродье. Оги, ты не хочешь жить с мамой? Знаешь что, потому что ты не кушала правильно, у тебя искривление. Если ты будешь жить с матерью, твой город исчезнет. Мой отец умер, но ты все еще можешь встретить своего отца. А как же ты, братик? Я ненавижу свою мать. Когда-нибудь я отомщу ей. Я не хочу уходить. Я хочу остаться с тобой и с бабушкой. Из-за тебя мне с бабушкой приходится очень нелегко, дефективное. Разве ты этого не знаешь? Кроме того, я не люблю тебя. Я хочу, чтобы ты ушла. Я на самом деле хочу, чтобы ты ушла. Так что слушайся меня, поняла? Я не могу. 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 Разве не ты приходила раньше ко мне в магазин? Как ты нашла мой дом? Почему ты здесь? Мой брат сказал мне идти искать своего отца Мой отец и отец моего брата Они разные Так что мой брат сказал мне Что вы возьмете меня к моему отцу И велел мне звать вас мамой Он сказал мне звать вас именно так Мама Боже мой, что с тобой? Дорогой, пожалуйста, помоги занести ее в дом Кто эта малышка? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Ты уверен, что она твоя мать? Я просто устал прозванивать всех 30-летних Хан Джон, перечисленных в телефонной книге, когда я сузил круг до тех, которые родом из нашего города. Вот и все. Я просто хотел, чтобы ты верил, что твоя мать богатая. Ну, разве это действительно твоя мать? Как зовут твоего брата? Где живет твой брат? Кто заставил тебя так сделать? Твой брат заставил тебя так поступить? Почему ты не говоришь? Если ты не ответишь мне, у тебя будут большие неприятности. Такие дети, как ты, только нервируете честных людей. Так ты говоришь, у тебя есть бабушка. Если ты не будешь говорить, мы приведем твою бабушку и брата. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы твою бабушку посадили в тюрьму из-за тебя? Мой братик и бабушка страдают из-за меня. Я слышала, что они могли бы быть счастливыми, если бы меня не было. Поэтому мой брат сказал мне искать своего отца. Эй, Кин, выпускай ее. Давай, милая. Тебе очень повезло. Ты будешь жить в нашем детском доме. Эй, эй, что ты делаешь? Эй, пацан! Оги! Оги! Эй, ты кто такой? Подстаньте, я ищу свою сестру. Оги! Моя сестра все еще здесь? Значит, ты брат той девочки? Моя сестра все еще здесь? Ее здесь уже нет. Но откуда ты узнал, где мы живем? Ты уже был здесь раньше, верно? Мне очень жаль. Я только что понял, что был неправ. Мне очень жаль. Где Оги? Ты, маленькая отродья. Где Оги? Ты, маленькая отродья. Иди сюда. Не знаю! Не знаю! Не знаю! Ты видел своей сестре что-то украсть из того дома, верно? Нет! Зачем ты пошел туда? И как ты узнал, где они живут? Отвечай, ты! Не так давно вы в автомобиле разбили окно Это был ты, верно? Просто отпустите его! Хозяйка того дома не хочет, чтобы их наказывали Да, господин! Но пусть они напишут обязательства, что больше не пойдут туда снова Понял? Да, господин! И еще кое-что! Возьми его и отправляйся на поиски его младшей сестры Я господин! Об этом попросила та женщина, она сказала, что заплатит за наши услуги Ха-ха-ха! Та женщина сказала мне отдать это тебе Чтобы ты передал это своей сестре, когда найдешь ее Здравствуйте! Ребята, что вы здесь делаете в такое позднее время? Эта девочка плохо выглядит! Что? Эта девочка больна! Оги! Дай-ка мне взглянуть! Вот черт! Выглядишь плохо! Дай-ка мне взглянуть, какой переноситель Crocs Эта девочка, да? Усиф. Дай-ка мне青. Продолжение следует... Ее отправили в другое место, потому что она инвалид и ей стало хуже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я ничего не рассказала им о тебе или о бабушке. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, тогда все в порядке. А вот это все, что мне нужно от моей настоящей мамы. На обратном пути домой, вместе с Оги, я понял, что она нужна мне больше, чем сама Оги нуждается во мне. Оги, ты такая легкая, тебе нужно побольше есть. Когда ты была совсем маленькая, мне приходилось присматривать за тобой. Так что я убегал, так что я убегал, и бабушка гонялась за мной. В глубине души, я думаю, что внутри этого горбика есть парочка крылышек. Братик, если я буду жить честной и доброй жизнью, то когда я покину этот мир, мой горбик откроется и появятся крылышки. Так как я убегал, я убегал, и бабушка, подожди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Фильм перевел и озвучил D.I.M. специально для вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА